Здравствуйте! Вы снова смотрите очередной выпуск программы 112. Об основных происшествиях за минувшую неделю сегодня расскажу вам я, Сергей Стариков. Но сначала коротко о главном. Крупный пожар в заброшенном зернохранилище в Олексине. Дым было видно из любой точки города. Вербовал террористов. Недавно в одном из райцентров Тульской области задержали подозреваемого в вербовке в одной из крупных исламских террористических организаций. Спецоперация проходила в многоквартирном доме. Снова маршрутка. В Веневском районе произошло страшное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса, который следовал по маршруту Ереван-Нижний Новгород. К нам в редакцию обратились очевидцы того, как водитель маршрутки помог женщине, которой неожиданно стало плохо. Мы разыскали мужчину. Он рассказал, как его пассажирка вышла из салона, упала рядом с микроавтобусом и что было дальше. Яна вышла с машины и тут же села на асфалт, на дороге, то есть, и упала, сознание потеряла она. И тактически она не дышала. Мы остановили гаечника, чтобы он помог нам, чтобы содействовал, чтобы он быстрее приехал в скорую помощь. После звонка этого гаечника через минут 20-25 минут приехали только в скорую помощь. В Калужской области задержана организованная преступная группа, которая специализировалась на кражах дорогих вещей из коттеджей и квартир. В первую очередь взломщиков интересовали ювелирные изделия, антиквариат, оружие, одежда из натурального меха и деньги. Они использовали медицинские маски и перчатки, а при себе у них всегда было травматическое оружие и средства для отпугивания собак. На данный момент доказана причастность фигурантов к шести кражам в Калуге и Московской области. Ущерб несколько миллионов рублей. Сейчас их проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, в том числе и на территории Тульской области. Калужские полицейские провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию злоумышленников. Ими оказались четверо мужчин, двое из которых братья-близнецы, 1977 года рождения. Двое из задержанных ранее судимы за совершение имущественных преступлений. Прежде чем залезть в чужой дом, они вели наблюдение за объектом, устанавливали график и маршруты передвижения жильцов, а также их материальное благосостояние. В первую очередь взломщиков интересовали ювелирные изделия, антиквариат, оружие, одежда из натурального меха, а также денежные средства. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению серии аналогичных краж. Предположительно, 10-15 эпизодов в Калужской, Московской и Тульской областях. В отношении фигурантов возбуждено несколько уголовных дел и судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Вечером 18 июня в Олексине загорелось заброшенное зернохранилище. Огромный столб дыма от пожара было видно из любой точки города. Первое сообщение происшествия поступило в Единую службу спасения 112 в 18.48. По прибытию на место происшествия в 18.52 пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 19.03. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорело и обрушилось кровля здания. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Также 18 июня на 133-м километре трассы М4 Дон, деревня Кончинка Веневского района, произошло страшное ДТП с участием грузовика и пассажирского микроавтобуса. Последний следовал по маршруту Ереван-Нижний Новгород. Всего в результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Из них 6 взрослых и трое детей. К сожалению, один пострадавший мужчина погиб. Водитель микроавтобуса марки Века, в котором находилось 20 человек, в том числе два водителя, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, следовавшего в попутном направлении. При этом грузовой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия 9 пассажиров микроавтобуса с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в Тульские и Московские области. В результате данного дорожно-транспортного происшествия 9 человек пострадали, 1 человек погиб. Данный гражданин является гражданином Российской Федерации, 61-го года рождения, уроженец города Тбилиси. Напомню, 13 мая в подъезде дома на улице Соловцова в Болохово прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина. По версии правоохранителей, 34-летний Александр М. мог самостоятельно изготовить взрывное устройство. По словам нашего читателя, после взрыва УК не проводил в подъезде никакого ремонта, кроме замены стекла. А между тем, мелкие останки органики погибшего так и висят на стенах и потолке. Кроме того, по мнению мужчины, не мешало бы проверить бетонные плиты на предмет повреждения или смещения. Недавно в одном из райцентров Тульской области задержали подозреваемого в вербовке в одной из крупных исламских террористических организаций. Спецоперация проходила в многоэтажке. Бойцы ФСБ, МВД и Росгвардии действовали предельно осторожно. В кругу боевиков квартира была известна как Центр психологической обработки. Поначалу задержанный все отрицал, но затем признался в причастности к экстремистской деятельности. У мужчины нашли запрещенную литературу, около 3000 долларов, а также гранату, пистолеты, патрона. В субботу, 17 июня, на пересечении Красноармейского проспекта улицы Ленина в Туле произошло ДТП. По словам очевидцев, внедорожник «Фольксваген» двигался по Красноармейскому проспекту в направлении Московского вокзала. Форд вылетел на красный сигнал светофора. 17 июня в 13.50 в областном центре на Красноармейском проспекте в районе дома номер 5 водитель автомобиля Форд Мондео, мужчина 1979 года рождения, по предварительной информации совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1991 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля Форд и его 26-летнему пассажиру. В Туле прошел рейд-автобус. Сотрудники ГИБДД проверяли водителей маршруток и их транспортные средства. Список выявленных нарушений в принципе не меняется годами. Это переполненные салоны, наплевательское отношение к ремням безопасности и различные технические неисправности, в том числе неработающие фары. Здесь переатестовать половину можно, наверное. Сотрудников? Кого? Нет, водителей. 14 июля на территории областного центра проводится профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на выявление и пресечение правил дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутно-транспортных средств и перевозки пассажиров, а также незаконной предпринимательской деятельности. Напомню, если вы стали очевидцем происшествия, не можете найти справедливости или хотите рассказать свою версию о каком-либо происшествии, звоните по телефону, который видите на своем экране. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на следующей неделе. Продолжение следует...